Русская Православная Церковь решила проповедовать среди папуасов, сообщает российский Интерфакс. Священный Сенат Русской Православной Церкви 25 августа расширил сферу ее пастырской ответственности на такие государства, как Восточный Тимур и Папуа Новая Гвинея. На заседании во вторник 25 августа Сенат постановил включить эти страны в Сингапургскую епархию Азиатского экзархата Русской Православной Церкви, который был учрежден в конце 2018 года в ответ на действия Константинополя, предоставившего томос Православной Церкви Украины, с чем россияне категорически не согласны. Таким образом миссия Русской Православной Церкви среди папуасов станет отголоском событий в Украине начавшихся два года назад, до этого в православном мире негласно считалось, что Константинопольский Патриархат имеет право на попечение над всеми православными в диаспоре. Обе страны, Восточный Тимур и Папуа Новая Гвинея, где Русская Православная Церковь планирует отныне развивать свою деятельность, до сих пор не были объектом интереса православных миссионеров. Так, Восточный Тимур является одной из двух католических стран Азии, наряду с Филиппинами. Католики здесь составляют порядка 98% жителей, протестанты 1%, мусульмане 1%. Значительное большинство жителей Папуа Новой Гвинеи также считают себя приверженцами христианства. Согласно переписи 2000 года, это 96% жителей страны, среди которых около четверти католики, пятая часть лютерани. Есть также немного адвентистов, пятидесятников и англикан. При этом многие папуасы совмещают христианскую веру с традиционными верованиями коренных народов. Откуда же там взять православных? Это большой вопрос. Ранее в Азиатский экзархат Русской Православной Церкви уже были включены Сингапур, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, КНДР, Южная Корея, Лаос, Малайзия, Мьяньма, Таиланд и Филиппины. Спасибо вам за внимание, подписывайтесь на канал. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok